Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Ольга, я являюсь менеджером по направлению Вьетнам. Хочу проверить, слышите вы меня или нет. Можете написать все, кто сейчас с нами. Меня хорошо слышно? Хорошо слышно. Видно тоже, да, хорошо? Добрый день. Все замечательно. Итак, мы начинаем. Сегодня я расскажу вам о специфике работы с данным направлением, направлением о некоторых нюансах бронирования на нашем сайте. Вьетнам является очень интересной разнообразной страной, в которой есть что смотреть. Я каждому из вас желаю туда попасть. Я вам буду рассказывать сегодня о основных курортах, также про отельную базу Фонтиета и Нячанга. Сразу оговорюсь, что если возникнут у вас какие-то вопросы по ходу вебинара, по ходу моего рассказа, на них будет отвечать мой ассистент. Итак, Вьетнам. Я хочу начать с того, что Вьетнам страна самобытная. Страна со своей культурой, со своей историей, очень тяжелой историей, с традициями, со своим раскладом жизни. Ее очень сложно сравнить с любой другой страной. Итак, географический Вьетнам расположен в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай. Он граничит с Лаосом, с Таиландом, с Камбоджей, Китаем. На востоке и юге омывается Южно-Китайским морем. Более 80% территории Вьетнама занимают низкие и средневысотные горы. Местная валюта – донги. Курс приблизительно такой. Один донг равняется, один доллар, вернее, равняется 20 тысячам донгов. Проблемы с обменом валюты не возникает, потому что вы можете обменять доллары в аэропорту, в отеле, местных обменных пунктах. Курс будет приблизительно одинаковый везде. То есть много вы не потеряете при обмене. Вообще, во Вьетнаме можно расплачиваться и долларами, если вы с собой берете доллары и не успели их поменять, либо по каким-либо другим причинам. Если покупка незначительная, например, вы будете расплачиваться за ужин в кафе, то сдачу вам будут давать по курсу, который, скажем так, будет выгоден для них. Следующий у нас рассказ о кухне Вьетнама. О кухне Вьетнама, о ней это особая тема, это отдельная тема. О ней можно говорить очень много. Во Вьетнам едут для того, чтобы также, для того, чтобы изведать неизведанное, получить новые вкусовые ощущения. В любом кафе можно попробовать ракушки, рыбу, совершенно на любой вкус. Всегда самое свежее. Также можно попробовать акулы, крабы. Можете заказать себе лобстер. Все, что вашей душе угодно. Примерно килограммовый лобстер будет стоить в размере 50-60 долларов. Поэтому вы сами выбираете, какую рыбу вам приготовить. Можно отведать экзотику в виде крокодила. Все, что вы желаете. В среднем блюдо из крокодила стоит 10 долларов. Также вам предложат мясо змеи. Вы можете попробовать супы с черепахи, которые также есть практически в каждом ресторане. По вашему желанию приготовить, разделывать змею прямо при вас. Змея будет подана целиком. Могут предложить заглотнуть бьющееся сердце, выпить желчь. Это считается для мужчин очень полезным. Блюдо из змеи приблизительно обойдется в 50 долларов. Но оно достаточно большое. Поэтому вы можете разделить смело на компанию с 3-4 человек. Также обязательно попробуйте суп фо, который едят вьетнамцы на завтрак, обед и ужин. Масса различных фруктов и, конечно же, морепродукты. Изобилие фруктов и свежие морепродукты круглый год. В принципе, это то, что зачем туда едут гурманы со всего мира. Слышите, да? Все хорошо? Все отлично, да? Слышно? Теперь я хочу вам рассказать о полетной программе. В этом сезоне мы предлагаем бронировать туры на прямых рейсах авиакомпании Аэросвит по направлению Киев-Сайгон-Киев, на котором у нас есть гарантированные места. Рейс начинает летать с 22 декабря по 30 марта 2013 года. Сейчас на экранах вы видите полетные данные. Рейс Киев-Сайгон вылетает в 22 часа 25 минут. В Сайгоне он уже в 13 часов 45 минут следующего дня. Обратный рейс из Сайгона, утренний или ночной, как будет лучше, в 3 часа 50 минут. И в Борисполе самолет в 10.25. Вылеты по средам и субботам, только возвраты, только по понедельникам и пятницам. Если туристы планируют тур до момента начала вылета прямых рейсов, мы можем просчитать туры с перелетом на регулярных рейсах, но с пересадками. Для этого вам нужно написать нам запрос на электронную почту, и мы найдем удобный для ваших туристов перелет. Также прямой перелет в Сайгон длится 11-12 часов. Лайнеры комфортабельные, на борту кормят, дают пледы, вы смотрите телевизор, слушаете музыку. В принципе, перелет, несмотря на то, что он такой длительный, продолжительный, то достаточно комфортно. Вот, теперь я хочу рассказать вам о правилах въезда в страну. Они несколько отличаются от правил, например, в Таиланд, тоже виза открывается по прилету. Итак, как происходит получение визы? Граждане Украины оформляют визу по прилету в аэропорту. Для этого необходимо иметь при себе приглашение, которое присылают партнеры, загранпаспорт туриста, фото 4х6 и анкету. Что касается приглашения, оно оформляется нашими партнерами на период до 30 дней пребывания. И делает партнеры около 3-5 дней. Стоимость приглашения 15 долларов на человека, включая детей. Дети также оплачивают независимо от возраста. Единственное, что виза по прилету для них будет бесплатна. Вот, важно знать, очень важно знать, пожалуйста, запомните, это для того, чтобы не было неприятных ситуаций у вас, не у нас, о том, что детей обязательно нужно вписывать в паспорт родителей. Так как по детскому проездному документу дети во Вьетнам ехать не могут. Итак, прилетев в аэропорт Хо Ши Мина, туристы проходят к окошку, виза он райвал, заполняют анкету. Формуляры туристы могут найти возле стойки, где они получат визу, крепят к ней фотографию. Ну, анкета очень простая, она заполняется на английском языке, но там самые простые пункты, имя, фамилия и так далее. Вы можете указать свой рейс, которым вы прилетели, которым будете вылетать. В нашем сайте есть пример заполнения этой анкеты, так что по этому же принципу нужно будет делать туристам это уже прилетев в аэропорт. После получения визы туристы проходят в зону получения багажа, после чего идут на выход. Дальше их встречает принимающая компания, наши партнеры с табличкой Focus Travel, который сопроводит туристов до автобуса. Автобусы комфортабельные, автобусы с кондиционерами. Туристам предложат воду и влажные салфетки, поэтому трансфер будет достаточно комфортный. Здесь задают вопрос продолжительность полета. Я уже говорила о том, что полет длится 11 часов приблизительно, но если будут какие-то погодные условия, например, будет самолет облетать тучу, то будет длиться немножко дольше, в районе 12 часов. Стоимость перелета. Стоимость перелета, да, зависит от дат, и вы можете ее видеть у нас в разделе «Вьетнам» под флажком. Вот, там будет так и называться глава «Стоимость авиаперелета во Вьетнам». Разделено по датам вылета, вы можете смотреть, сколько стоят детские билеты, сколько стоят билеты для взрослых. Итак, как подобрать тур во Вьетнаме на нашем сайте? Первое, что вы делаете, заходите на главную страницу и в разделе «Онлайн бронирование туров» переходите в «Поиск туров». Сейчас вы видите на своих экранах, выделено красным, заходите в «Поиск туров» и вам открывается уже сам поиск, сам подбор туров. Вот, вы видите, да, немножко мутно, можете зайти на наш сайт и посмотреть эту информацию. Важно знать, что при выборе тура, например, на 15 ночей наземного проживания будет 13-14 дней. Например, если вы бронируете тур с 22 декабря, то прилетят туристы в Сайгон, Сайгон это другое название его, это Хошимин, на следующий день, то есть 23 декабря. И так как вылет из Сайгона в Киев в 3 часа 50 минут утра, туристы не ночуют в отеле. Соответственно, при выборе тура, например, на 15 ночей, 13 ночей фактического проживания в отеле. Но при желании, если туристы хотят, вы дополнительно можете забронировать позднее выселение, это не есть проблема, и главное, чтобы отель мог подтвердить этот номер еще на одну ночь. По стоимости это равняется приблизительно суткам проживания в отеле. Итак, с этим мы разобрались. Следующий момент, это что входит в стоимость тура. Первое, это проживание. Второе, питание. Трансферы по программе. Внутренний перелет, если он есть, если у вас туры на Фукукок, например, либо же в Ничанг, есть внутренний перелет, он также включен в стоимость. Также включена медицинская страховка. Покрытие 30 тысяч долларов. Все туры просчитаны без первого международного авиаперелета. Я вам только что говорила, где можно его посмотреть. В разделе Вьетнам под флажком. Раздел называется стоимость авиаперелета во Вьетнам. Вот, также нужно будет оплачивать приглашение дополнительно. Вот. Также нужно будет дополнительно приглашение бронировать. Когда вам откроется лист бронирования, то вы должны будете поставить галочку напротив приглашения во Вьетнам, и стоимость автоматически добавится, вы можете ее пересчитать. Также я хочу обратить ваше внимание, что во Вьетнаме, как и в Таиланде, существуют обязательные праздничные доплаты. На сайте под флажком в меню вы выбираете праздничные доплаты, смотрите, какие доплаты существуют по выбранному отелю, и после того, как придет ваша заявка, они будут включены в заказы. То есть вы просто смотрите, озвучиваете эту стоимость туристов, и понимаете, что в счет эта стоимость будет включена. Они являются обязательными, туристы могут не приходить, туристы могут не приходить на этот ужин, но как бы они очень интересные, хорошая анимация, поэтому я не думаю, что стоит отказываться. Вот, следующий момент, это как происходит само бронирование. В подборе выбираете необходимый тур. Есть два варианта. Первый, это если вы выбираете прямой перелет на нашем рейсе, выбираете, например, Фонтьет, прямой перелет, аэросвет. И второй вариант, если у вас свои билеты, или вы хотите покупать перелет на регулярных рейсах с пересадкой, выбираете тур, Фонтьет, любой рейс. Это означает, что когда придет ваша заявка, он придет без заказа билета. В этом случае примечание и при бронировании у вас будет в самом низу. Это поле открыто. Вы должны будете написать нам полетные данные туристов, для того, чтобы мы стыковали трансфер, для того, чтобы туристы не ожидали, не было недоразумений. Это является обязательным. Или же вы можете запросить перелет у вас. Дальше вносите паспортные данные, фамилии, имя туристов и подтверждаете вашу бронировку. Но изначально, как открыть вот это поле для бронирования, вы должны будете нажать на цену, когда подберете себе тур, нажмете на цену и дальше вам уже откроется поле, где вы должны будете ввести ваш логин и пароль. Собственно, после этого вы будете вносить имя, фамилию и так далее. После чего мы получаем уже бронировку и начинаем работать с вашей заявкой. Я еще хочу сказать вот о чем, о том, что, напомнить, о том, что у нас существует предложение дня. Раздел очень хороший, в котором можно видеть все новинки, все акции и выгодные предложения по Вьетнаму. Когда заходите на наш сайт, первое, что делаете, это просматриваете предложение дня, вы можете найти очень много полезной информации для вас и туристов. Теперь мы переходим к курортам. Первый курорт, о котором я хочу рассказать, это один из самых популярных курортов во Вьетнаме, Фонтьет. Трансфер от Хо Ши Мина до Фонтьета наземный, занимает около пяти часов. Несмотря на то, что расстояние от Сайгона в районе 220 километров, трансфер не торопливый, потому что на пути встречается много деревушек, где дороги очень узкие, ехать быстро достаточно сложно. К тому же по пути туристов доставляют в отели трансферы групповые, поэтому это нужно учитывать. Трансферы осуществляются с гидом. Гид рассказывает о стране, об экскурсионной программе. В принципе, скучно не должно быть. Температура воздуха круглый год в Фонтьете от 28 до 32 градусов. Температура воды от 26 градусов до 28 градусов. Даже в сезон дожди осадки в Фонтьете крайне редки. В Фонтьете все пляжи песчаные, вход пологий. До обеда где-то до 12 дня море спокойное. После обеда поднимаются волны, поэтому Фонтьете очень хорош для кайтсерфинга и миндсерфинга. Сюда едут любители этих видов спорта, там замечательные волны. Вот, практически в каждом отеле есть кайт-школа, есть русские инструктора. Можно брать уроки для всех желающих. В конце выдают вам сертификаты о том, что вы прошли эти курсы и уже владеете доской и так далее. Все отели стоят на первой линии, но они очень плотно расположены друг возле друга, поэтому больших территорий у отелей нет. Также отели работают только на базе завтрака. Еще хочу сказать, чем привлекательнее для наших туристов Фонтьет, это тем, что практически во всех ресторанах кафе есть меню на русском языке. В массажных салонах также информация на русском языке. Так что, если ваши туристы не владеют иностранным языком, они без проблем смогут ориентироваться. На ваших экранах вы сейчас видите рекомендуемые отели, о которых я сейчас расскажу подробнее. Итак, первый отель у нас Анантара Муйнея Резорт и Спа. Отель расположен на первой линии, на собственном пляже. Протяженностью где-то 200 метров. Пляж действительно очень хороший. Отель состоит из корпуса и вилл. В основном корпусе номера категории Супериорды, Люкс и Сьюты. Номера достаточно просторные, ну так, чтобы вы понимали, в минимальной категории площадь 42 квадратных метра. Это Супериор, это очень приличная площадь. Для больших семей, или если туристы едут в большой компании, есть Сьюты по 180 квадратных метров. Номера действительно очень большие и могут разместить максимум 6 взрослых и 2 детей. Причем все на своих кроватях. Виллы есть как однокомнатные, так и с двумя отдельными спальнями. Во всех номерах отделка выполнена только из натуральных материалов. Материалов в традиционном вьетнамском стиле. Возле каждого бунгало есть бассейн. Территория очень красивая. Есть декоративный пруд. В номерах созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Не все отели это предоставляют, но именно в Анантарии это есть. Со своей стороны могу сказать, что туристы всегда возвращаются довольны с этого отеля. Отель очень хороший, как для семейных пар, для молодежи. В принципе его можно назвать универсальным. Следующий отель у нас отель Силинкс. Силинкс это тоже пятерочка, очень хорошего высокого уровня пятерочка. Предлагает размещение в основном корпусе и виллах. Есть семейные номера с двумя отдельными спальнями, комнатами, что немаловажно для семей, которые едут с детьми. Минимальная категория Супериор по площади около 38 квадратных метров. Достаточно просторные светлые номера. Фэмили сьют, о котором я вам ранее говорила, около 70 квадратных метров. Это двухкомнатный номер, около 70 квадратных метров. Также в отеле есть две детские площадки. Если необходимо, отель может предоставить бобикот. Без проблем, вам просто стоит это указать в примечании. И, собственно, мы отправим информацию в отеле. После приезда бобикот будет уже стоять у вас в номере. Отель очень хороший, но он расположен не на берегу моря. До моря ехать около 4-5 минут. Отель предоставляет электрокары абсолютно бесплатно всем гостям в любое время. В отеле большой бассейн. Также отель славится своим международным гольф-центром. Он называется Sealing City на своей территории. Хороший отель для семейного отдыха. Для семей с маленькими детьми. Вообще отель очень универсальный. Сложно сказать, кому он не подходит. Также хорош для проведения корпоративных переприятий. И просто для тех, кто хочет получить качественный отдых. Следующий отель. Следующий отель у нас Victoria Fontyet Resort & Spa. Это один из фешенебельных отелей Fontyet. Состоит из бунгало и билл. Отель в стиле вьетнамской деревушки. Вы можете видеть у себя на экране эти домики небольшие. Крыши покрыты листьями пальм сушеными. Очень красиво, очень аутентично. С недеревенскими, так сказать, номерами. Объясню почему. По площади минимальная категория бунгало. Супериор около 70 квадратных метров. По квадратуре как двухкомнатная квартира практически. Самая высокая категория это семейная вилла. Около 250 квадратных метров. В этом отеле вряд ли возникнет скрафовин. Можно смело отправлять в Викторию семьи с детьми, романтические пары. В отеле работает мини-клуб для детей до 12 лет. Вообще достаточно сложно встретить детский клуб в отелях Вьетнама. Так что возьмите себе эту информацию на примету. Очень спокойный отель. Кругом пальмы. Территория вся тонет цвета. Хорошо продуманный ландшафтный дизайн. У каждого бунгало есть своя терраса. Кстати говоря, также в этом отеле стоит вам поднять руку как обслуживающий персонал уже здесь. Вам ничего не нужно будет предпринимать. Ни о чем не нужно будет думать. А чей отель замечательный. Переходим к следующему отелю. Тоже у нас очень хороший отель. Это уже четверочка. Называется отель Алисбу Бич Резорт. Есть на территории СПА. О нем я расскажу чуть-чуть позже. Расположен отель на первой линии. Размещение в бунгало и трехэтажных корпусах. В корпусе есть номера делюкс и сьюты. Номера просторные, светлые, в тайском стиле. Вообще в отеле очень спокойно, как-то умиротворенно. Хочется просто ни о чем не думать. Бунгало двухуровневое. На первом этаже гостиная и ванная. А на втором этаже спальная и ванная. Ванная с джакузи. Бунгало стоят ближе к морю, нежели корпуса. У них есть прямой вид на море и прямой выход к морю. Что тоже очень интересно. Территория очень аккуратная, зеленая. В отеле есть все для любителей кайтсерфинга, виндсерфинга условия. Также для дайвинга. Предоставляет любое снаряжение. Отель очень спокойный, но за территорией пешей доступности кафе, рестораны, бары без проблем. Все, что нужно для активного отдыха. Отель хорошо подходит для тех, кто хочет наслаждаться тишиной. Кто ценит спокойствие и в то же время не быть оторванным от цивилизации. Итак, мы переходим к следующему отелю. Да, снаряжение предоставляется бесплатно. А что с пляжем касательно какого отеля? Следующий отель у нас Амарулис Резорт Энспайт. У нас четверочка. Отель сравнительно новый. Он был открыт только в 2009 году. Размещение в корпусах. Их в этом отеле 4. Номера, делюкс и сьюты, каждый с балконом. Или терраса. Это зависит от того, на каком этаже туристов поселят. Расположен отель на первой линии. Огромный песчаный пляж. И спроектировали отель таким образом, чтобы каждый гость имел отдельный выход к морю. Это очень удобно и является, можно так сказать, фишкой этого отеля. Номера достаточно классические, но просторные. Территория отеля небольшая, аккуратная, уютная, достаточно зеленая. Кстати говоря, в этом отеле очень хороший спа. Вот, поэтому вы его смело рекомендуйте. Как четверку, у него приемлемая цена достаточно. Вот, хороший отель для спокойного отдыха. Следующий отель, который у нас идет, это четверочка. Это у нас Сихорс. Сихорс резорт, да, четверка. Он построен в стиле вьетнамской деревушки. Вы можете видеть это на своих экранах. Немного, правда, фотографий. Именно бунгало. Вот, располагается он в самом центре курортной зоны Мульне. В отеле есть два корпуса. Корпус стандарт и корпус делюкс. Также есть четыре бунгало, каждый со своей террасой. Бунгало имеют отдельную территорию. У них свой небольшой нерочек. В каждом номере размещение только два плюс один. Это нужно запомнить. Не поставят вторую док кровати. Еще такой момент, что в отелях вьетнамом вообще не ставят две экстра бет. Вот, это тоже нужно знать. Отель расположен на 200 метровом песчаном пляже. Территория отеля зеленая. Номера небольшие по площади, но уютные. Самую большую площадь имеет бунгало бичфронт. Если я не ошибаюсь, это около 50 квадратных метров. То есть для самой высокой категории это не большая площадь. Вот, претензий по этому отелю никогда не бывает. Сервис хороший, приветливый персонал. Всегда готов выполнить пожелания туристов. Отель подходит как для семейного отдыха, так и для молодежи. Так, переходим к следующему отелю. Это у нас будет тоже четверочка. Панданус Резорт. Также расположен в курортной зоне Муйне. На собственном пляже протяженностью 300 метров. Он предлагает расположение в одной и двухэтажных бунгало. Номера небольшие по площади, но есть фэмили-сьюты с двумя отдельными спальнями. Можно максимум разместить два взрослых и два ребенка в этих номерах. В отеле есть хороший спа-салон. Есть тренажерный зал. Вечером можно попить в караоке. Но это четверка достойная для спокойного такого семейного отдыха. Вся инфраструктура рядом, сама территория отеля спокойная. На территории отеля будет спокойно. Но за территорией Муйне, поэтому все рестораны, кафешечки в вашей доступности. Следующий у нас отель по программе. Это будет Пхухай Резорт. Это тоже четверочка. Это, честно говоря, один из самых часто бронируемых отелей. Туристы любят Пхухай за его сервис, за его расположение и хорошую цену. Он дает очень хорошую цену. Немного отдалет от центра Муйне, но рядом есть инфраструктура, немного ресторанов, сувенирных лавок, кафе. То есть вечером вам не будет скучно. Один из лучших отелей, я бы так сказала, своей категории. У него огромная зеленая территория, очень красивые сады, все ухожено, они очень следят за своей территорией. Бассейн расположен прямо перед пляжем, перед тем, как начинается песочек. Есть в отеле корпус и виллы. В корпусах есть только делюксы. Площадь стандартная, около 30 квадратных метров, и есть только вид на сад в этих корпусах, только вид на сад. Виллы больше по площадью, по площади вид открывается только на море. То есть нужно запомнить о том, что делюксы имеют только вид на сад, а виллы только вид на море, других просто нет. Персонал очень ненавязчивый в этом отеле, но если вам что-то понадобится, все быстро организуют все, что вы пожелаете. По вечерам в ресторане играет живая музыка. Я бы сказала, отель спокойный, он не в центре, но тем не менее скучно в этом отеле не будет. Переходим к следующему отелю. Следующий отель у нас четверочка. Четверочка, это у нас будет Канари Резорт. Что можно сказать про Канари Резорт? Точнее, я прошу прощения, это троечка оговорилась. Вот, это у нас троечка. Вот, это бюджетная тройка. Отель расположен на первой линии, в этом его плюс. Он на заливе, то есть вода будет спокойная, поэтому можно брать смело детей. Дверей, вот, волны не будет высоких, купаться очень удобно и вход пологий. Что касается номеров, они небольшие по площади. Минимальная категория это супериоры. Также есть номера делюкс и семейные номера. Семейные номера, они открытого плана, там нет перегородок, ничего, это гостиная и спальня. Дверей, перегородок, стен, ничего нет. Отель рекомендуем, нареканий по этому отелю нет. Территория зеленая, повсюду кокосовые пальмы, светлые качественные номера. Так что можете смело рекомендовать туристов с ограниченным бюджетом и желанием хорошо отдохнуть. Это действительно добротный отель. Переходим в следующий отель у нас Ocean Star. Это четверка. Это хорошая бюджетная четверка, если можно так сказать. У нее хорошее расположение. Находится в самом центре курортной зоны Муйне. Рядом много кафе, ресторанчиков, сувенирных лавок. Вся инфраструктура рядом. Еще один плюс отеля это его пляж. В 30 метрах широкий песчаный пляж. Размещение в этом отеле в двухэтажных корпусах, в которых расположены номера Супериор и номера Делюкс. Все остальные бунгало и Вио. Очень удобно построены корпуса. Туристы почти не пересекаются. И такое впечатление, что вы здесь одни. Действительно красивая территория у отеля. И сам отель очень теплый и уютный. Сейчас в отеле идет стройка, но нам обещали, что к 1 декабря все будет уже завершено. Переходим к следующему отелю. Отель Терракота Резорт Фонтьет. Это четверочка. Отель очень востребованный. Отель небольшой в стиле вьетнамской деревушки. Это как раз то, что называют удачное соотношение цены и качества. Такое впечатление, что вы живете в парке, очень зеленая территория. Возле каждого бунгало высажены цветы, ухоженные газоны. В общем, очень красиво. В бунгало Супериор не рекомендуют ставить доп. кровать. Номера небольшие по площади. Если туда поставить еще и доп. кровать, места для прохода почти не будет. В этом случае лучше бронировать делюксы. Они больше по площади, но тоже есть один небольшой момент. Эти номера без балкона. Он больше по площади, как я уже сказала. Поэтому хорошо станет доп. кровать. Вот, если балкон для туристов не принципиально, можете смело бронировать этот номер для семьи 2 плюс 1. Вот. Кровать. Кровать вряд ли туда поставят. Так что говорите о том, что лучше брать категории повыше. Вот. Я могу сказать, что это один из лучших отелей, на мой взгляд, в своем классе. Вот. Отель для маленьких семей. Большие семьи, к сожалению, достаточно сложно разместить. Итак, переходим к следующему отелю. Это отель Bamboo Village Beach Resort. Это троечка. Где-то она может быть троечкой, где-то четверочкой. Но я могу смело сказать о том, что уровень этого отеля смело можно назвать четверкой с плюсом. Отель в самом центре курортной зоны Муйне. Один из самых бронируемых и востребованных отелей. Отель построен в стиле вьетнамской деревни. Вообще, во Вьетнаме очень много отелей в этом стиле. Такая аутентика везде чувствуется. Отель, в отеле есть основной корпус, есть бунгало. Номера небольшие, минимальная категория, где-то от 25 квадратных метров. И самые большие по площади номера, это 45 квадратных метров. Номера светлые, уютные. Бунгало стоят прямо у моря. И вид у них есть только на море. На рецепшн в этом отеле есть русскоговорящий персонал и все услуги, прописанные на русском языке. В принципе, что немаловажно для туристов, которые не владеют иностранным языком, либо же за границей впервые, да, несмотря на то, что это Вьетнам. Вот, также для туристов, которые хотят хороший спа, в этом отеле его могут предоставить. Очень, еще раз подчеркиваю, очень хороший спа, различные техники массажа, ароматерапии. Не нужно будет искать массажные салоны в городе, ко всему цены очень доступные. Вот, еще отель стоит на первой линии, пляж большой, с пологим входом, чистый. Ну, то есть отель замечательный, я думаю, что вы смело можете его рекомендовать. Переходим к следующему отелю. Это у нас отель Dynasty Resort, это троечка, бюджетная тройка, ну, очень достойная. Располагается он на первой линии, где-то в трех километрах от центра Муйне. Рядом есть небольшая инфраструктура, несколько кафешечек, пару ресторанчиков, массажные салоны и так далее. В общем, вечером есть где прогуляться, есть где поужинать. Плюс отеля, еще, что абсолютно все номера имеют вид на море. Абсолютно все. Есть номера в корпусе, там находятся делюксы, есть бунгало. И одна вилла на берегу моря расположена с прямым выходом к морю. Хороший отель, который может, который дает хорошую цену, несмотря на все услуги, которые он предоставляет, цена достаточно приемлемая. В отеле бесплатный фитнес-зал, есть сауна, но сауна уже за дополнительную плату, она не бесплатна. Также можно взять спортивный инвентарь для серфинга, либо же других видов спорта. Территория у отеля небольшая. За ней хорошо следят, повсюду высажены цветы, острижены газоны, такой маленький уютный городочек. Так что смело можете рекомендовать. Это достойная троечка. Вот, и лично мне она очень импонирует. Мы переходим дальше к... У нас дальше по программе идет Ни Чанг. Теперь я хочу рассказать вам про Ни Чанг. Ни Чанг, это еще один из лучших курортов в стране. Вот, его пляжи считаются лучшими пляжами во Вьетнаме. В Ни Чанг много развлечений. Курорт хорошо развит. Здесь никогда и никому не будет скучно. Помимо этого Ни Чанг известен еще как лечебный курорт. Можно пройти курсы для развлечения, попить минеральную воду. Ни Чанг вообще рекомендован людям с заболеваниями легких, с различными заболеваниями кожи, у кого есть проблемы с суставами. Так что сюда стоит ехать не только за великолепных пляжей, но и немножко поправить свое здоровье. Ни Чанг это лето круглый год в принципе, потому что средняя температура не падает ниже 25 градусов. А максимальная температура достигает плюс 36. Если идут дожди, они не сильные, они кратковременные, то есть 20 минут идет сильный дождь, потом, как ни в чем не бывало, светит солнышко, и вы прекрасно себе загораете на пляже. Ни Чанг с трех сторон защищен горами, поэтому здесь нет сильных ветров. И вода всегда спокойная. То есть если в Фонтиет едут в основном серферы, винсерферы, да, из-за больших волн, для того, чтобы покататься на волнах, то в Ни Чанге это спокойная вода, курорт для туристов с маленькими детьми, для кого это важно. Вот, нет сильных ветров, вода всегда спокойная и не опускается ниже 25 градусов, то есть лето, круглый год. Ни Чанг, он расположен на заливе, который считается одним из самых красивых в мире заливов. Очень красивые набережные, на которых масса маленьких ресторанчиков, кафе, сувенирных лавок. Поскольку пляжи состоят из мелких ракушек, то вода всегда чистая и прозрачная, да, такая бирюза, вот, о которой все хотят видеть в своем отдыхе на море. Вот, это лучшее место для дайвинга во всем Вьетнаме, в принципе. Даже есть такой, существует такой факт, что морские биологи, которые работают на заливе, они считают, что по разнообразию морских обитателей, ее плоды Ни Чанга в несколько раз богаче Красного моря. С марта по октябрь считается в Ни Чанге сезон дождей. Вот, поэтому, ну дожди, как я уже говорила, они не длительные, около 20 минут, коротковременные. В принципе, это не составляет большой проблемы. Минус, так это то, что это город. Большинство отелей расположены через дорогу к пляжу. Пляжная зона одна большая, у отелей 3-4 звезды, у них нет своих шезлонгов. Их нужно оплачивать дополнительно, стоимость небольшая, около 1-1,5 доллара в день. Отели же категории 4-5 звезд, они устанавливают свои шезлонги ближе к территории, да, ближе к началу пляжа, вот, и дальше от входа в море. Поэтому шезлонгов этих отелей немного, но всем хватает. Вот, дальше я вам хочу рассказать о тех отелях, которые я сейчас вам буду представлять. На своих экранах вы видите рекомендуемые отели, и отели, о которых я сейчас буду более подробно рассказывать. Отели, отелях Нья Чанга. Переходим к первому отелю. Первый отель у нас будет Энлам Нинван Бэй. У него длительное название, проще называть его Энлам. Это пятерочка. Вот, он расположен в бухте Нинван, очень красивая бухта. Отель роскошный. Состоит только из вилл. Минимальная площадь виллы около 70 квадратных метров. Есть и виллы до 250 квадратных метров. В бич-вилла есть большой собственный сад. Вообще отель очень много внимания уделяет отделке номеров. Использовали только натуральные материалы. Каждая вилла внутри обита деревом. Все натуральное. Если это стулья, то они плетеные. Если это стол, он обязательно деревянный. Также в каждой вилле есть Wi-Fi. Понятное дело, что Wi-Fi в этом отеле бесплатный. В номерах. Если туристы захотят, они могут пригласить повара, который сможет приготовить прямо у них на вилле обед или ужин. Все, что туристы в принципе пожелают. Также у каждой виллы есть свой дворецкий. То есть туристы, приехавшие в отель, могут забыть вообще про все мирские проблемы и заботы. Рекомендуем его для туристов с высокими требованиями. Туристов, которые привыкли отдыхать в лучших отелях. Теперь мы переходим к следующему отелю. Это тоже у нас будет пятерочка. Пятерочка. Это у нас Эвасон Анна Мандар. Это пятерка, очень хорошая пятерка. Это единственный городской отель-бутик, отель, который расположен на первой линии, на собственном пляже. Пляж действительно огромный, пляж песчаный, чистый, красивая бирюзовая вода. Построен в стиле вьетнамской деревни. Лошафтные дизайнеры очень серьезно подошли к оформлению территории, потому что создается такое впечатление, как будто каждая вилла находится в своем собственном саду. Отель делает акцент на хорошем спа. Много различных спа-процедур. У них несколько массажных кабинетов. Есть кабинеты на открытом воздухе. Также для любителей занятий йогой есть специально оборудованные залы. Теннисный корт есть. Также на территории. Каждый вечер проводятся тематические вечера с живой музыкой. На пирсе ставят столики. Можно очень романтично поужинать. В общем, все, что вашей душе угодно, в этом отеле есть. Никогда, я еще хочу добавить, никогда по этому отелю не было нареканий никаких, ни по номерам, ни по качеству обслуживания. Если подытожить, то это, наверное, один из лучших отелей своей категории. Дальше я вам хочу рассказать об отеле. Это у нас будет пятизвездочный отель. Широтон. Я вам расскажу про Широтон Нячанг. Это отель сравнительно новый. Он построен, открыт, вернее, он открыт в 2009 году. Это высотное здание. Где-то в 50 метрах от пляжа между отелем проходит дорога и пляжем. Вот. Поскольку он в самом центре, то, о чем я вам говорила, отели стоят на первой линии. На второй, прошу прощения, линии, через дорогу от пляжа. Номера стильные, номера классические. Есть номера с панорамными окнами. По площади они небольшие. Около 35 квадратных метров. Минимальная категория в этом отеле Делюкс. Есть, конечно, и номер в 200 квадратных метров. Но это уже будет президентский сьют. Огромный бассейн. Он расположен на седьмом этаже. Это бассейн открытый. Вот бассейн инфинити. У вас очень красивый вид открывается. Три линии. Небо, море и бассейн. Бирюзовая вода бассейна. Очень впечатляет. Созданы все условия для проведения конференций, корпоративных мероприятий. Потому что в отеле есть 11 конференц-залов. Еще ко всему, его плюс в том, что он находится в самом центре Ничанга. Отель хороший. Отель подходит, я думаю, что больше для активных людей и для бизнес-поездок. Да, для проведения каких-то деловых мероприятий. Пляжным отелем его называть сложно. Теперь я хочу вам рассказать о следующем отеле. Этот отель у нас Six Senses. Это пятерочка. Это пятерочка. Он раньше назывался Evasun Hideaway, а в 2011 году его переименовали в Six Senses. Роскошный отель-бутик. Он построен в традиционном вьетнамском стиле. Здесь действительно чувствуется вот эта аутентичность вьетнамских деревушек. Различные размещения только в виллах. Виллы деревянные, скрытыми соломой. Точнее не соломой, а там сушеные листья. Пальм, пальмовые листья. Очень красиво, очень интересно. В интерьере везде, где это возможно было сделать, использовали дерево. Текстиль, текстиль и декор пастельных тонов. Такое впечатление, что вы одно целое с природой. Потому что куда бы вы ни посмотрели, только природа, море, солнце, огромный песчаный пляж, горы, очень красиво. Кстати, про пляж. Отель расположен на пляже протяженностью 7 километров. Да, 7 километров это очень длинный пляж. Пляж великолепный, белый песочек, бирюзовая вода. Замечательно. Вот, самая маленькая вилла имеет площадь 160 квадратных метров в этом отеле. Есть 4 виллы, к которым можно добраться только на лодках. Есть виллы со своими спа-комнатами. В общем, все, что можно придумать. Можете смело его рекомендовать туристам, которые хотят тишины, спокойствия, туристам, которые устали от суеты. Потому что, наверное, сложно найти более подобный отель такого уровня, где можно почувствовать себя просто на краю земли. Дальше я вам расскажу о следующей пятерочке. Это у нас будет Вин Перл отель. Вот он на ваших экранах появился. Отель, любимчик Вин Перл. Наверное, это один из тех отелей, о которых спрашивают больше всего. Полное название. Это Вин Перл Резорт и Спа. 5 звезд. Есть еще один Вин Перл Лакшери, который состоит только из виллы, но о нем я расскажу немножечко позже. Он будет следующим у нас по программе. Очень любим нашими туристами. Обратите внимание, отель работает на системе питания фулборд. Только на фулборде. Минимальная категория номера – делюкс. Они небольшие по площади, если не ошибаюсь, то это около 22-27 квадратных метров. Но есть и номера 60 квадратных метров с гостиной и спальней, между которыми есть перегородка. То есть это не две спальни отдельные, а гостиная и спальня. Вот. Также отель, у него есть такой момент, своя резюминка, он расположен на отдельном острове. С материком его соединяет канатная дорога. Кстати, самая длинная канатная дорога в мире. Остров называется Хон Чен, на котором расположен Вин Перл, где-то на расстоянии около 3-х километров от Ньячанга. Гости отеля могут совершенно бесплатно пользоваться небольшими катерами, которые доставляют их в центр Ньячанга. Этот катер ходит круглосуточно, так что туристы в любое время вообще могут им воспользоваться. В сумме полвремени дорога до города занимает около 7 минут на катере и 15 минут по канатной дороге. Это качественная пятерка с большой территорией, расположение в корпусах. На острове есть также развлекательный центр с одноименным названием, со всевозможными кинотеатрами 3D, 4D. Есть аквапарк, есть шоу фонтанов, океанариум. Для гостей отеля посещение этого парка является совершенно бесплатным. Для всех тех, кто живет в городе, также есть возможность его посещать. Билеты стоят 25 долларов, включая проезд на канатной дороге туда и обратно. В этом отеле есть детский клуб. В общем, немного отелей могут похвастаться наличием детского клуба, поэтому на море никогда не бывает волн. И люди, которые приезжают с детьми, они выбирают этот отель по принципу того, что в спокойное море есть детский клуб, могут смело оставить детей в этом детском клубе и уже отдохнуть. Дальше я хочу перейти к следующему отелю. То, о чем я и говорила, это второй отель Вин Перл Лакшери. Я сейчас о нем, сейчас вы увидите, загрузится слайдик. Это уникальный отель. В своем роде, вообще аналогов, наверное, такому отелю нет, он находится на своем собственном острове, так же, как и Вин Перл, катером от материка около 6-7 минут. В отеле 84 виллы, в нем только виллы. Мебель действительно дорогая, чувствуется лоск, пол из красного дерева, панорамные окна, продуманное в номерах освещение. Территория очень большая у отеля. Большая, так же большой у них бассейн, так, чтобы вы понимали, он составляет 3000 квадратных метров. Это один сплошной бассейн на территории. Минимальная площадь номеров 120 квадратных метров. Такие, можно сказать, королевские номера, да. Есть тренажерный зал с профессиональными инструкторами, он бесплатный для гостей отеля. К услугам гостей, пожалуйста, теннисные корты. Также есть совершенно уникальный спа. Кабинеты стоят над водой, на сваях. Когда приливы и отливы, такое впечатление, что находишься на воздухе, действительно захватывает дух. Так что для туристов взыскательных, для туристов, которые привыкли очень хорошо отдыхать к высочайшему уровню сервиса, я думаю, что вы можете смело его рекомендовать. Отель не дешевый, но поверьте, он того стоит. Переходим к следующему отелю. Итак, следующий отель у нас, что долго, файлики загружаются. Diamond Bay Resort and Spa. Это у нас четверочка. Честно говоря, одна из моих любимых четверок. Он находится на первой линии. Достаточно спокойное место. До Ньячанга, до центра, около где-то 15 минут езды. Отель предоставляет бесплатный шаттл-бас, который довезет до центра города и обратно в определенное время на рецепшн. Есть расписание, по которому ходит этот шаттл-бас, и туристы могут туда смотреть и уже как-то распределять свое время. У отеля красивейшая территория. Зеленая, большая, очень аккуратные бунгало. Они разбросаны по всей территории отеля. И у каждого бунгало есть своя терраса и вид на сад или море. Корпуса тоже достаточно хорошие. Корпуса есть двух- и трехэтажные. Отель хороший, смело его рекомендуйте. Цена у него очень даже приемлемая. Ну, такой бюджетный, бюджетная четверочка. Я перехожу к следующему отелю. Сейчас я вам расскажу о троечке. Так, почему? Не переключается. Одну секунду. Одну секундочку. Какой-то технический момент. Сейчас я уже перескочила на другой отель. Да, вот, все верно. Следующий отель у нас будет в Мишелии. Это четверочка. Отель предоставляет, представляет себя это высотное здание. Номера расположены на 12 этажах. Он расположен в самом центре Бурного Ничанга. Совсем необходимым для комфортного отдыха. До пляжа около где-то 200 метров. Вот, где-то чуть больше, чем дорога. Там еще будет такая небольшая территория, через которую нужно будет пройти. Вся инфраструктура рядом. Долго на этом отеле я не буду останавливаться. Он достаточно стандартный. Скажу только, что если у вас туристы, которые хотят по максимуму уделить внимание экскурсионной программе, для которых важно быть рядом с инфраструктурой, молодежи, которой не нужен спокойный отдых, можете смело предлагать этот отель. Дальше я буду переходить к следующему отелю. Это у нас Prime Hotel. Вот, это троечка. Это городской отель. Это высотный отель. Троечка экономична. Он в центре города. Номера в этом отеле небольшие. Например, стандарт по квадратуре где-то 22 квадратных метра. Если туристы хотят более просторный номер, можно предлагать делюксы. В них уже около 35 квадратных метров. Есть сьюты большие по площади с панорамными окнами, с видом на море. В отеле есть все стандартные для тройки услуги. Это хороший вариант для молодежи. Вся инфраструктура и тусовка рядом. Поэтому смело предлагайте, отправляйте туда тусовщиков, молодежь и так далее. Следующий отель у нас Asia Paradise. Это у нас троечка. Хороший молодежный отельчик в центре города. Так же самое. Это высотное здание. Номера по площади не маленькие. Минимальная категория в этом отеле супериор. Около 30 квадратных метров. Есть супериоры и сьюты с видом на море. Сьюты, севью, есть кухня. То есть сьют севью с кухней. Для семей, которые едут с детьми, маленькими, бывает это очень нужно, что-то им приготовить самостоятельно и так далее. Поэтому в сьютах севью, еще раз подчеркиваю, есть кухня. Также есть апартаменты с двумя отдельными спальнями. Это полноценные две комнаты с перегородкой, с дверью. Так же самое можете предлагать для семей, можно предлагать для каких-то компаний, да, молодежи, кто хочет потусоваться в городе. Отель достойный, у него хорошая цена и очень удачное расположение. Итак, по отельной базе я рассказала, в принципе, все основные отели, да, их писать, про все рассказать достаточно сложно. Они есть у нас на сайте, вы можете посмотреть, вы можете прочитать, можете позвонить и так далее. Теперь я хочу рассказать о важном моменте, хочу напомнить, что в случае возникновения экстренных ситуаций, экстренные ситуации это не те, когда туристы не могут найти дополнительное одеяло в номере, потому что в этом случае им лучше будет обратиться на рецепшн отеля, и этот вопрос решится более оперативно, чем мы сможем это сделать, находясь здесь. Так вот, в случае действительно экстренных ситуаций, например, если туристы не могут найти представителя, принимающий компанию, если опоздали на рейс и такого же рода, вы всегда можете связаться по экстренному телефону. Вот вы сейчас его видите на своих экранах. По экстренному телефону также этот номер есть в инфолисте, который вы выдаете туристам с пакетом документов. Телефон работает в выходные дни круглосуточно, а в рабочие дни можно звонить на общий номер News Travel. Наши менеджеры всегда готовы разобраться в сложившейся ситуации. Сейчас вы видите наглядно, как выглядит отдел Вьетнама в нашей компании. Каждый менеджер готов ответить на все ваши вопросы. Вьетнам страна с множеством курортов. О ней можно говорить долго, бесконечно. Поскольку время у нас ограничено, я постаралась рассказать об основных курортах. В следующих наших вебинарах я постараюсь более детально остановиться на экскурсионной программе. Она во Вьетнаме очень богатая. Также расскажу о остальных оставшихся курортах, о которых мы сегодня не поговорили. Если у вас возникнут вопросы по направлению, вы всегда можете найти информацию на нашем сайте или же уточнить у менеджеров компании News Travel. Я хочу сказать спасибо за внимание. Надеюсь, что моя информация была полезна. Все вопросы прошу присылать на электронную почту, либо же звонить по телефону, который вы видите на экране. Я вам желаю успешных продаж, хорошего рабочего дня и всего доброго. До встречи. Я смогу выключить, по-моему. Спасибо. Спасибо. Спасибо.